МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Я имею снова честь предоставить гостя моего друга Александра Блинова. Александр, приветствую вас. Приветствую вас. Доброе утро опять всем, слушающим нас. И добрый вечер. И добрый вечер. Для Европы. Для Европы. Каждая программа «Влияние», которая была в эфире на телеканале «Импакт», она также находится в архиве на Ютьюбе. Поэтому вы можете в любое время, возвратившись во времени, возвратившись или в тему какую-нибудь, или возвратившись к какому-то определенному гостю, вы можете просмотр сделать, повторить просмотр и получить назидание вдвойне. А если захотите, даже втройне, если три раза будете смотреть. Поэтому не знаю, мы имеем ли, оператор, наверное, если есть у нас веб-сайт, на нашем веб-сайте impacttv.tv, по-моему, вы видите сейчас его на экране, вы можете смотреть весь видеорхив многих, не всех программ телеканала «Импакт», но очень многих, практически всех программ «Влияние», без исключения, и ряд других программ церковного содержания на нашем сайте impacttv.tv. Также на ютубе, youtube.com, там большой архив программ телеканал. Поэтому, друзья, богоискание, богоискание, у нас будет тема богоискания. Вот вся Библия просматривается в ракурсе того, от первых страниц до последних, от первых страниц Ветхого Завета до последних страниц, что человек должен богоискать. Кстати, не помнишь, Алекс, мы пели в старые добрые времена такую песню «Бога легко искать, Бога легко найти». Бог — это благодать, Бог — это свет в пути. Насколько легко искать и насколько легко найти, в этом-то и будет наша беседа. Как будто Бог прячется. Ты никогда не думал, что Он как будто прячется где-то? Как будто вот что-то Он скрывает от человека. Иногда так думается. Как будто мы в кошки-мышки играем. Ну, это говорят детским языком. Как будто вот он постоянно в бегах, и человек хочет как-то найти, как будто не может найти. Почему? Поэтому это такой вопрос провокационный, не с тем, чтобы поставить знак вопроса и загнать в тупик, и оставить нашего зрителя в недоумении. Так можно же его найти или нет? А если можно так, почему бы он не явился, не открылся? И я бы сказал, ну все, я тебя нашел. Тебе слово, Александр. Да, так еще написано, что ищите Бога, когда Он близко. Ищите Его, когда можно найти Его. То есть, говорит о том, что, значит, бывают моменты, когда Он может быть и далеко, и бывают моменты, когда Его очень сложно найти. То есть, другими словами, насколько я понимаю, то в Исаии местописание, что пользуйся шансом, когда ты понимаешь, что у тебя есть этот шанс приблизиться, особо Божья благодать для твоей есть, просто пользуйся этим, просто действуй. Да, ну, был как-то момент в моей жизни, я сразу так, со своего момента, когда мне так сильно хотелось с Ним встретиться и просто поговорить. Даже не сколько там о каких-то вещах, которые приносили некомфортность в мою жизнь, а сколько просто, просто вот как вот с вами, так сесть напротив Него и посмотреть в глаза, и послушать, что Он скажет, Он-то ведь все знает, да? И говорил даже так, говорю, Боже, если бы было где-то на этом земном шаре до тебя, туда, к твоему трону, на небо, миллион ступенек, наверное бы я, не наверное бы, я бы занял бы денег, если бы мне не было, заработал бы, чтобы туда добраться и просто взобраться до тебя, туда. Говорю, ну ты настолько все упростил, что мне не надо этих миллион ступенек искать, чтобы тебя где-то найти, ну, где-то эти ступеньки найти на этом земном шаре, чтобы до тебя туда добраться. Ты на все столько просто сделал, что я, честно говоря, теряюсь. Как же ж тебя так по-простому найти? На искренние молитвы верю, что Бог отвечает. И оно, оказывается, ответ у нас всегда под носом, всегда рядом. Вот он ответ наш. Ну, видишь, Александр, когда люди по ступеням взбираются к чему-то, это они делают с желанием угодить Богу. Есть аскеты, есть такой аскетический образ жизни человека, аскетический, когда они на коленях, становятся на колени, и на коленях они взбираются на какую-то высоту с тем, чтобы через якобы самобичевание, якобы через самоунижение, ну, понравиться Богу. Ты же говоришь о других формах отношений с Богом. Это поиск Бога. Это не просто угодить. Что тебе нравится, чтобы я тебе понравился, Господи. Ты же говоришь, вот что же, найти Его, быть близко к Нему, быть рядом с Ним. То есть это не просто угодить, чтобы Боженька тебя не наказал, и чтобы Он благоволил к тебе. Но вот процесс Бога искания, наверное, это процесс всей жизни человека. Или все-таки у тебя было такое, что ты нашел, успокоился, развалился на лейзи бой, на своем, и все. И пребываешь в таком успокоении. Это процесс всей жизни. Как-то вы же мне этот момент рассказывали, что ты Его ищешь, Он тебе как бы дает найти, не как бы, а дает найти себя. И вот-вот такое ощущение, что ты очень близко с Ним, да? И потом Он делает такой раз, шаг в сторону, и ты опять понимаешь, что не то, не то. Ты можешь остановиться, успокоиться вот здесь, да? А можешь опять отправиться на поиски. И опять же, что тебе придет опять к очередной встрече. Почему Он так делает, ну, если так можно выразиться. Я много чего не понимаю, честно говоря, во всем этом. Но понимаю, что не стоит останавливаться, потому что рядом с Ним очень классно, да. То стоит продолжать дальше искать, оно только мотивирует большей жажде, большему желанию, большему желанию опять его найти, опять углубиться в Него. Потому что то, что от Него исходит, когда ты с Ним встречаешься, не может не заменить ни деньги, не может не заменить ничто в этом мире. Ничто в этом мире не может заменить то, что исходит от самого Бога, когда ты с Ним, ну, в особо ярких моментах раз и встречаешься. Вы меня понимаете? Я понимаю. Есть информатика, когда ты нагружен информатикой, информацией, когда ты нагружен материалом. И голова у человека, головы наши бывают огромные, такие, выражаясь образно, распухшие от того, что мы много знаем, владеем колоссальной информацией. Но знать Бога лично – это что-то другое, чем информацией владеть. Как-то Псалом 1, 30, я извиняюсь, какой-то там, 37-й, наверное. И Псалмопевец там говорит такие слова, что… Я прочитаю. Прочитаю. А не 33-й или случайно? Наверное, 37-й. Не, 44-й. Я вообще ошибся. 44-й. Псалом сынов Кореевых. «И злилось из сердца моего слова благое. Я говорю, письма я о царе, с большой буквы, то есть о Боге. Язык мой трое скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Письма я о царе. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». В принципе, если дашь этот Псалом читать, то здесь ведется речь о Христе. О Христе, по большому счету. То как-то я над этим Псалом просто читаю так, И как-то вот вышло, что проникся в этот псалом. И вот передо мной просто пристала такая картина. Человек, который вот искал этого Бога, сын Кореевых, я не знаю, кто он там такой был, сынов Кореевых, псалом, да. То как бы на мгновение такое вот, ну, как бы увиделось. На мгновение, как будто перед ним открылась вот эта завеса. И он увидел самого царя царей, Бога Иисуса. Он увидел то, что на тот момент этого слова еще не воплотилось, не было исполнения этого пророчества. Оно случилось намного позже. Но он как бы вот завеса раз, и он увидел. И он говорит, ты прекраснее сынов человеческих. То есть, взглянувши туда и увидевши, увидевши на мгновение, повернувшись влево и вправо, на сынов человеческих посмотревши. Ему что-то, просто это откровение Божие, которое только возможно в Божьем присутствии. Оно его настолько впечатлило и дало однозначный такой вывод. Нет, ты прекраснее сынов человеческих. Ни один из сынов человеческих с тобой сравниться не может. То есть, такие моменты нам, ну, не могут нас таким выводом подвести просто в знание. Просто, как вы говорили, форма... Информатика. Информатика. Информатика, она не может нас к таким моментам подвести. Это просто такое откровение, которое приходит в Божьем присутствии от самого Бога. Когда вдруг тебя просиняет на мгновение, и просто вот это мгновение, которое может даже длиться секунду, две, три, ну, не знаю, но оно может происходить вообще, ну, маленький момент. Хотя для тебя, кажется, это длительный момент, да? Вот этот момент, момент, момент жизни, он просто раз и много тебя открывает за вот это мгновение, чем, может быть, поглощение знаний, там, исследование, там, вот этих, ну, изучение чего-то часами-часами, чем, ну, в равновес... В равновесии. В равновесии с вот этим, да. Да, то богоискание, это, конечно, это, это важно, это чудесный процесс, это процесс, который человека оживляет, который дает человеку жизнь, который вдыхает человека жить в жизнь и дает возможность человеку жить без разницы, в каких обстоятельствах он находится. Он как бы находится выше этих обстоятельств, как бы, как бы я такое-то слово употребляю, не совсем оно правильно для этих вещей, но человек, получается, будучи в откровениях Божьих, он живет верою. Просто, ну, верою, когда он смотрит не на видимое, а на невидимое, и понимает, что не невидимое управляет его жизнью, рулюет его жизнью, управляет, а невидимое, Божье откровение, если мы пребываем в них. Хотя, конечно, не без падов каких-то там, но не повод, когда мы, ну, как, нас что-то придавливает, опускает, не повод для того, чтобы остановились, повод, чтобы, опять же, вызывать, кричать до Бога, говорить, Господи, оживи, подними, вдохнови, дай нам силы двигаться дальше. И вот... Вот смотри, Александр, что притягивает нас в Боге, это первое. И второе, наше желание все-таки дотянуться к Нему, познать Его, Бог практически непознаваем. Вот почему из атрибутик, из пяти атрибутик Бога, Бог вечный, Бог всемогущий, Бог всесильный, Бог неизменяемый, из всех атрибутик Бога, вот Его всемогущество, Его вездесущее, оно и заключено в том, что человеческому разуму тяжело познать Его. Но вместе с тем, почему человеку присуще искать Бога, если мы можем разграничить, мы можем в беседе разграничить, человек ищет Бога как Бога, это человек в поисках истины, и он нашел Бога. Что такое человек далекий от Бога, как мы говорим, неверующий человек, невоцерковленный человек, ну, любой эпитет, который нашел Бога, он нашел, что все-таки он уверовал в то, что есть Бог. Это самая первая стадия, это самый начальный путь. Часто люди говорят, я нашел Бога. Нашел Бога, да, вот. Ну и хорошо, что надо. А я когда это слышу, думаю, о-о-о, друг дорогой, найти Бога. Это такие первые шаги. И они блаженны, они благословенны. Это лучше, чем ты прозябал в неверии, это лучше. Но если ты на этом остановишься и будешь жить жизнью ожидания, когда же ты переселишься в мир иной, когда водворишься в Господь, это недостаточно. Поэтому, но мы сейчас более будем, наверное, вращаться вокруг темы того, что когда человек уже в Боге, когда человек познал Господа, то есть познает Господа, когда он жаждет Бога, когда он, как мы вчера говорили, и ищет его лицо. Не из-за кармана его ищет Господа, не из-за Божьего кармана, не из-за Божьего кошелька, но ищет из-за того, что вот он Бог, а я его творение, он меня любит. Я любим Богом, я возлюблен Богом. И кто же меня возлюбил? И я хочу познать его. Кто же меня так сильно возлюбил, что уготовил для меня престол рядом с собой? И смотри, одно из то, что, например, меня увлекает в Бога, это что, как только ты чуть-чуть его уразумел, как только тебе открылась какая-то истина, и ты восхищаешься, и ты понимаешь, что это только начало. И как только ты идешь дальше, как только ты углубился в следующую истину, и она открылась тебе, ты смотришь, это только начало. Поэтому из-за того, что в Боге нас пленяет, пленяет Бог, что он может быть настолько рядом с нами и в нас, и слышать нас, и понимать нас, и разуметь нас, и разделять наши скорби, наши испытания, наши проблемы, наши слезы, разделять. Мы вчера говорили, потому что он был в наших сапогах, находясь на земле. И вместе с тем, такой вот он близкий, но вместе с тем, такой он необъятный, необъяснимый, что как только чуть-чуть ты приоткрываешь завесу, о нем он очередное тебе показывает. Это как, подобно тому, как в микроскоп или в телескоп. Микроскоп это то, что микроскопическое, телескоп это теле. Говорят ученые, эти бородатые с бородами, мудрые мужи. Как только они чуть-чуть какую-то звезду там выловили в телескоп, где-то поймали, и уже вот это мы уже достигли. А здесь новое появляется, здесь какая-то очередная галактика. Изобрели очередные они эти линзы для того, чтобы усилять, углубляться во Вселенную. А они показывают еще намного больше, намного глубже, намного величественнее. И когда они говорят о том, что количество галактик, количество таких млечных путей, как мы имеем, или солнечных систем, как мы имеем, необъяснимое количество. То есть, очень много. То есть, вот что такое Бог, простым человеческим языком, вот что такое Бог. Чуть-чуть ты ухватился за Него, чуть-чуть ты приблизился к Нему, и Его всегда мало. То есть, Его всегда мало. В твоем понимании, в твоем воображении, в моих откровениях Его мало. Потому что Он намного больше. И я хочу снова идти на следующий этап. Я хочу еще одну истину, я хочу еще более свежих откровений от Него. Тебе слово. Да, потому все-таки, возвращаясь опять к Давиду, я вчера это упоминал, не зря он говорил такую мысль. Он же был мужем по сердцу Божьему. По сердцу, да. Он им хвалится по самооткровению, Бог хвалится Давиду. Говорит, я корень и потомок Давидов. Ничей-то, а Давидов, вот интересно, что. А Давид, в свою очередь, говорил, ищите Бога непрестанно. То есть, будучи царем, будучи судьей, будучи, имея множество откровений, он говорил в одном из самых, он говорит, я о тебе проповедовал, не возбранял моим устам говорить большим собранием великом о твоих чудесах, о твоей истине, о правде твоей, о твоем великолепии. И в то же самое время он к чему призывал людей? Ищите Бога непрестанно. То есть, не фокусировал их там, пытайтесь как-то устроить свою жизнь, ну, не знаю, там, мудро подходите к своим финансам, или какой-то в другую сторону, например, там, ходите постоянно в церковь, там, не, или в храм Божий. Хотя он и эти мысли говорил, но его центральная мысль была, центральная мысль, ищите Бога непрестанно. Бога, именно Бога непрестанно, да. Ищите Бога. Поэтому, ну, это важно, это важно искать Бога. И я в своей жизни для себя вывел, ну, как, не вывел, а они как-то вот сложились, принципы, если можно это правильно слово подобрать, принципы, принципы, на которых вот базируется богоискание. Оно как бы вот в один момент, как вот, как для меня, как мозаика так раз, сложилось. Они элементарно простые. Первый момент, который вот двигает тебя в богоискании, а это весьма сильно увлекательно. Опять же, богоискание, это весьма увлекательно. Почему? Оно просто тебя оживляет внутри. Оно тебя просто оживляет внутри. И так, что даже, даже, даже учитывая тот факт, я повторяюсь опять, что будучи, может, в некомфортных обстоятельствах, ну, ты как бы не в них находишься, ты просто находишься, ну, воодушевлен жизнью Божьей, воодушевлен. То это очень классно, это очень хорошо искать Бога. То один из основополагающих моментов этого, принципов этого, это Божья благодать. Божья благодать, которая, ну, дается Богом просто. Говорил Петр, посему вы, возлюбленный припаясов чресла ума вашего... Бодрствуя. Бодрствуя. Совершенно. Совершенно, совершенно уповательно подаваемую вам благодать Божию. Помните, да? Да. То получается, Божья благодать, это очень важный элемент Богоискания. Если ее нет, это будет сухо, это будет чисто буква, это будет не то. Божья благодать, она нас подталкивает, она нас, опять же, зажигает, она же нам открывает Дух Святой. Дух Святой, ну, опять же, Божья благодать, Дух Святой, это неразделимо, неразделимо. Оно нам открывает, оно просто дает нам силы. Есть такое слово «драйв». Драйв. По-английски есть, да. Оно как бы дает нам... Что-то такое дает, что ты можешь в собрании не высидеть два часа и ждать, когда 12 часов дня, чтобы закончить и быстро уйти из служения, потому что ты отсидел своих два часа, и 12 часов уже наступило, и все. Тебе можно по закону не сидеть в церкви. А тут ты начинаешь ловить себя на том, что ты вне собрания, в своей закрытой комнате, перед Богом, и у тебя там может часами проходить, и там нет ни хора, там нет красивых каких-то, может быть, песен с фонограммами, там нету воршип, то есть прославления какого-то такого, что тебе по вкусу, и вот оно тебе нравится. Но там есть Бог, Божья благодать, Слово Его и твое общение с Ним, будучи ты считая себя, конечно, мы все несовершенны. То есть, ну, мы не идеальны, мы не идеальны. Но Бог не идеальных ищет, а Он ищет тех, которые просто верных, которые ищут Его, которые, будучи такими, какими мы есть, со своими всеми недостатками, мы начинаем Его искренне искать, такими, какие мы есть. Ведь Бог же ж нас освящает. Слово Божие так говорят не один раз. Он освятит, Он освятит. Да, поэтому присутствие Божьей благодати, это весьма важно в этом процессе. И она дается просто всякому искреннему перед Богом человеку, который однажды отозвался на слово о покаянии, принял Христа в свое сердце. И вот тут вот не элемент, не частичка, а вот, ну, не мера и дает Бог Духа, говорит Слово Божие, да? И вот тут раз, и какая-то вот мера благодати в свою жизнь приходит. И что ты с ней делаешь? Я замечал в жизни потом, что нередко человек, он, и в моей жизни это наблюдалось, а тоже, нередко человек потом просто на самотек это все пускает. То есть, если есть, как сказали, drive, если есть вот это вот желание, я молюсь, а если нет желания, то есть оно было вчера, а сегодня я раз без настроения, значит, не молюсь в свою суету, окунаюсь, то есть, ну, вот так вот, то это неправильный подход. Божья благодать нам для того, чтобы нам двигаться. Значит, Божья благодать исходит от Отца. И это важный элемент. Исходит от Бога, исходит благодать Господа нашего Иисуса Христа. От Христа исходит. Мы об этом, я не знаю, как в других церквях, но в нашей церкви это постоянно заканчивается это молитвословление. Да. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Она исходит от Него, нам. Но от человека должно быть следующие, следующие шаги. И какие для себя, ну, у меня вывелись такие шаги. Самый первый, я лично для своей жизни считаю, это Слово. Слово, хотя иногда думая молитвой, иногда думая Слово, ну, наверное, Слово и молитвы я поставил бы на одну бы ступеньку, но хотелось бы как бы по ступенькам все-таки идти. То я отдам сейчас приоритет Слову, потому что, если без Слово жизнь свою направлять, без вот этого вот элементарного Божьего Слова, то это получается... И молитву неправильно будешь вести, наверное. И молитву неправильно будешь вести. И об этом говорит, в Старом Завете записано. Если сейчас мне удастся, я несколько открыть. Притчи, притчи... Притчи, тринадцатая глава. Точно, тринадцатый стих. Кто пренебрегает Словом, тот причиняет вред себе. Есть такое, да. А кто боится заповеди, тому воздается. Хоть и Старый Завет, но хочу сказать, что если я на это Слово не обращаю внимания, то я только самому себе делаю плохо, потому что это Слово является светильником для моей ноги. Это Слово выставляет правильные мотивы в моем сердце по отношению к Богу, исканию к Богу. Это Слово приносит свет в мою жизнь. Если есть свет в этом мире, то этот свет заключается в этом Слове. То есть оно не заключается ни в политике, ни в новостях. Оно не заключается ни в каких-то там разговорах пустых, ни в каких-то словах других человеческих. Вот здесь, вот этот вот свет. Свет, о котором говорил не один раз Давид, с которым опять же Бог восхищался. И восхищался по самому книгу Откровения. Говорил, Слово Твое есть свет на ноге моей. Слово. Элементарно простое. Слово, которым я думаю, я склонен думать, что мы все-таки христиане последнего времени нередко пренебрегаем. Мы просто как бы к нему вот так относимся. Вот тут почитаем сегодня, вот тут почитаем сегодня. Но ведь в Слове Божьем это все равно, что как я вот вам говорю сейчас, ну, вот с вами разговариваю и говорю речь. И она имеет смысл, моя речь. Она состоит, например, из ста слов. Это то, что я хочу сказать. Оно состоит из ста слов. И я вот ста слов сказал, если вы прослушали только из моей речи, вы хватите от 50 по 60 слова, один смысл будет. Там какой-то свой смысл заложенный. От 10 по 20, там свой смысл. А от 90 по 100, там будет заключение. Там свой смысл. Но если вот так вот выхватками выхватывать, то не словить и основного смысла. И вот что самое интересное... Так и в слове, да? Так и в слове. Самое, что интересно, когда мы уважаем какого-то большого, например, начальника, да, которому мы хотим устроиться на работу. Ну, я не знаю, может это так. Мы ловим каждое его слово. Президенту, например. Мы назначили встречу, то есть он нам назначил встречу. Мы ловим каждое его слово, как вы сказали. Потому что оно важно для нас, это слово. Так Бог-то ведь больше всякого президента. Он говорит, я их всех держу в своих руках. И тем более, он говорит, все народы, которые... Человек, который ходит в вере, который ищет Бога, это человек составляет вес перед Богом. Его слова составляют вес перед Богом. Но говорят, все народы, которые просто народы, они менее пустоты, менее ничтожества. Так написано, да. Сороковая глава Исаия, менее пустоты перед Богом эти. То есть Бог, он реально держит в своих руках, и он даже вот это все оценивает пустоту, что она намного весомее, чем все остальные, которые просто живут сами по себе. То есть у Бога в цене особо люди те, которые любят Его слово. Которые любят Его слово, да. Так получается, если мы так относимся к людям, которые мы считаем, они весьма важны в нашей жизни, то как мы тогда относиться должны к Божьему слову, если мы говорим, что мы уважаем нашего Бога? И если мы еще дерзаем сказать, я тебя люблю, Господь. Если я тебя люблю, Господь, тогда надо посадить свою плоть и просто выслушать Его слово. Хотя бы для начала один раз в жизни, от начала до конца. Если у меня есть Божье слово дома, Библия, Библия, Божье слово дома, если есть, то мне надо хотя бы один раз в жизни, для начала, прочесть внимательно Божье слово, от корочки до корочки, чтобы словить в Божьей благодати, в Божьем присутствии, что же Бог хочет сказать для моей жизни. Поэтому Божье слово – это весьма важный элемент, который человек не может не видеть. Я думаю, ты, я более чем уверен, что считаешь, что Божье слово для каждого человека, оно универсально. Универсально. И индивидуально. И индивидуально. Для семи миллиардов людей, сколько бы мы ни копали и ни черпали отсюда, не выбывает его. Не выбывает. Так и Бога не выбывает, так и его слово не выбывает. Да, да, так и считаю. Так и считаю. И это говорит о том, что это, то есть оно имеет сверхъестественный, божественный эффект на жизнь каждого индивидуума, каждой личности на земле, без исключения. Да. И для тебя Бог говорит твое, для меня Он говорит мое. Да, есть универсальное и всеобщее, есть мера Его благодати всеразличная, всеобъемлющая, на всех людей изливаемая, так Новый Завет говорит, то есть изливаемая на всех человек, но есть индивидуальная благодать. Вот сейчас ты говоришь о индивидуальном подходе, твоем индивидуальном, не общем, не в общей церкви, не в общем собрании, но индивидуально, личностно. Влияние Его слова личностно на тебя. Почему так? Потому что Бог копии не делает. Я не ваша копия, я не чата копия, и никто-то не должен быть моей копией. В глазах Божьих мы личности, мы индивидуальные, Он нас оригинальными сделает, оригинальными, да. Но когда мы вне Бога, наша оригинальность, она такая, она грязная. То есть серая масса и все. Да, да. Но когда мы в Боге, когда мы окунаемся в Божий свет, вот тут наша оригинальность начинает проявляться в Боге, потому что сам Бог оригинален. И именно Его оригинальное слово, работая со мной индивидуально, делает меня не чьей-то копией, а делает меня оригиналом Божьим. Каким меня видит Бог оригинальным. А Он меня не хочет видеть чьей-то копией. Например, есть один такой, Йонг Гичо, служитель, да, мне он очень нравится, да, я его книг читал как-то в свое время. И я видел, что Бог его поднял тоже на высокий как-то уровень. Но я понял в один момент, что Бог не делает копии, и Он не хочет меня видеть копией этого человека. Или все имитируют служение Бенихина или Белигрейма? Хотя бы так, да. Но у Бога план личный, индивидуальный и оригинальный для каждого. И хочет Он с меня сделать свой оригинал, свой оригинал, который, ну, если я поддамся Божьей воле, я буду только радоваться этому. То есть это для меня будет очень приятно. Это второе, то есть слово это конкретно, это второе? Это второе, да. Но интересно следующее, что все остальные три момента, они отталкиваются от слова. Потому что мы просим иногда, Боже, дай мне мудрости, да, Боже, дай мне ведение. И это так, оно исходит от Бога. Но ведь, получается, мудрость написано, начало мудрости, страх Господень. А смирение предшествует, страх Господень, за смирением следует страх Господень. За смирением следует страх Господень. А за гордостью падения. А за гордостью падения, да, за гордостью падения. А смирение-то ведь отталкивается исключительно от Божьего слова. Оно не от пустоты отталкивается. Если нет присутствия Божьего слова в моей жизни, нету смирения. Ну, под что смиряться? Под кого смиряться? Иди смиряться. Не под что смиряться? Под обстоятельства только одно. Остается смиряться и соглашаться, как тебе навязали люди. Но это обстоятельства, это не слово. Это не слово, это обстоятельства. И в них еще неизвестно, куда твой путь тебя приведет, когда ты под обстоятельства смиряешься. Но если ты хочешь по-настоящему смириться так, о чем написано «смиритесь под крепкую руку Божию», и вознесет вас свое время, вознесет это не придавит к земле, а вознесет вас свое время, то человеку необходимо смириться под крепкую руку Божию, что означает «смириться под Слово». А смириться о смирении всегда приводит к страху Божьему, а страх Божий всегда приводит к мудрости. То есть, получается, это все неразрывные моменты. Мудрость, она в Слове. Мудрость Божья, она в Слове. И когда мы просим о мудрости, нам необходимо просто подчиниться Слову, Просто в послушании Божьему Слову и выявляется мудрость, которую дает Бог человеку. Но невозможно иметь мудрость вне Слова Божьего. Если я не живу в Слове, если я не хожу в Слове, если Слово не стало плотью, живущее во мне, то получается, какой мудрости вообще я по большому счету, по правде могу говорить, если посмотреть правде в глаза? Нет, она вот здесь, в Слове. И получается следующий момент – молитва. Она тоже отталкивается от Слова. Слово нас мотивирует к тому, чтобы искать Бога. Потому что, как говорит Христос, никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Через меня. Через Слово, которое стало плотью. Через вот это Слово. Но трудно прийти. Нереально. Он говорит, никто не может прийти. Никто не может. Значит, никто не может. Получается, Слово нас даже в молитве правильно направляет к тому, чтобы взыскать Бога на всех своих путях. Помните, о чем говорил Соломон в притчах, в третьей главе? Он говорил, надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум твой. На всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. То есть все элементарно просто. Все сводится, в принципе, к Божьему Слову, к послушанию Божьему Слову. То есть молитва весьма важный момент, очень важный момент. И если ее нету в нашей жизни, плохо, плачевно. Как-то взрослые люди, старшее поколение, не один раз такую фразу говорили. Много молитвы, много силы. Мало молитвы, мало силы. То есть мы эти принципы знаем, мы о них говорим. Но если к себе признаться, как мы ими, ну, в нашей жизни, насколько они действенны, эти моменты, насчет молитвы. И если это только 2-3 минуты, может, где-то это какие-то дни нормально. Но верю, что это должно быть глубже и серьезнее. И интересно, что как-то я для себя заметил, что глубина молитвы зависит от глубины познания Бога. То есть чем глубже ты окунаешься в Бога, чем глубже ты Его ищешь и хочешь Его познать, да, тем глубже твоя молитва становится. То есть они взаимосвязанные вещи, они, ну, как-то, они не функционируют одна без другой. Интересно, интересно... Прошу прощения, в молитве ты говоришь или ты так же слушаешь? И то, и другое бывает. И то, и другое бывает. Более важно говорить в молитве или более важно слушать? Или важно и то, и другое? Я затрудняюсь, чтобы сказать, что, конечно, важно и слышать, важно и слушать. Но опять же, если нет присутствия, если это слово просто лежит на полочке, а ты пытаешься слушать, просто слушать, но не открываешь этого слова, не уникаешь... Можешь не то услышать. Можешь не то не услышать, да. Как бы я под большой вопрос бы эти вещи поставил. Хотя я не исключаю чудес Божьих, не исключаю, что Бог весьма милостив и может снисходить в такие моменты, но хотелось бы, чтобы мы для начала, в первую очередь, поставили это на серьезный приоритет. А потом, конечно, в наших молитвах и могут быть моменты молчания, где мы просто молчим, просто желаем... Как говорил один пророков, на стражу стал я перед Богом. Что скажет Он во мне, во внутренности моей или во мне? Помните, да? Во мне. Во мне. И что отвечать мне по жалобе? И что отвечать мне по жалобе? Да, по жалобе моей. То верю и знаю, что есть моменты и для этого, есть моменты и для этого. Продолжай. Это же отношение. Продолжай. Да. И что говорит, интересно, Иисус в Евангелии от Матфея, в 6 главе, о молитве. В 6 стишке Он говорит, ты же, когда молишься, ты же, когда молишься, вводи в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Интересно несколько моментов из этого. Ты же, когда молишься, не стать как условия, если вдруг ты решишь помолиться. То есть, если ты молитвенник, молишься, если ты не молитвенник, а только в слове пребываешь, значит, тебе не обязательно молиться. Нет. Для любого человека, который по-серьезному хочет быть в отношениях с Богом, а если человек, тем более, служит в церкви, если он из служащих в народе Божьем, то у него нет вариантов не молиться. Нет. То есть, у него, ты же, когда молишься, у него должна быть молитвенная жизнь. То есть, это во времени. Это во времени, да. Это во времени. И должно быть для этого время определенное. И как Христос говорит, твоя тайная комната должна быть для этого присутствовать. И еще Он говорит обетование. Отец, то видящее именно тайное. Не то, что где-то ты разглашаешь, а именно твое тайное. Там, где ты вот искренний, один на один с Ним, воздает тебе явно. Воздает тебе явно, в первую очередь, своей благодатью, своим присутствием, своим благоволением к тебе. Но интересно, еще тут следующий принцип заложен. Омолясь, не говорите лишнего, как язычники. Ибо они думают, что в благословии своем будут услышаны. То есть, я как бы задумывался над этим моментом. Думал, Боже, неужели ты не за то, чтобы мы... Тебе не нравится, когда мы много как бы повторяемся. Но это свойственно. Даже мне иногда свойственно об одном и том же Богу как бы с разных сторон повториться. И объясниться, что все-таки трудно. И как-то надо, чтобы выйти на встречу, помоги. И так популярно ему объяснить. Неужели тебе это не нравится? И все равно продолжал так молиться, пока не обратилось внимание на то, что мотив не в многословии именно. Как бы поинт, не поинт. А центральный смысл именно люди, которые молятся, они порой думают, что вот многословием возьмут Бога. Или в красноречие. Или в красноречие. Но не многословием берется то, что Бог тебя начинает слышать. То есть касается сердца Бога ни красноречия, ни... Хотя это не исключено, что у нас будет красноречие, многословие. И Бог к этому снисходит. Вырабатывается ли в молитве, вырабатывается ли правильный слог? Есть такое выражение, правильный слог. Вот когда ты молишься, и правильный слог, ты стараешься подобрать побольше вот таких красивых слов. Особенно, когда идет молитва, знаешь, когда церковная молитва, и кто-то берет в общей молитве, берет кто-то, ну, единичную молитву, отдельную молитву. И зачастую ловишь на мысли себя, что молитва это не для Бога, а человек молится, чтобы проповедь сказать для присутствующих, потому что ему кафедру не дали. Бывает и такое, к сожалению, да? Есть такое, да. Но, тем не менее, ты говоришь, что вот сам процесс молитвы, чтобы тронуло сердце Бога, я однажды проповедовал на тему, кому открыта мышца Господня, на 53 главах, кто поверил слышанному от нас, и кому открыта мышца Господня. Вот есть такие с нашей стороны действия, которые приводят в действие руку Божью, и она открывается для человека, она открывается. Вот именно об этом-то я говоришь. Какие-то молитвенные слова, что такое, что трогает сердце Бога, а это же по Писанию, это же есть. Не просто вот халва, 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 халва и все. Вот есть что-то такое, что ты выражаешь не мысли своего разума, но пусть это будет боль своего сердца, пусть это будет скорбь своей души, то есть, ну, об этом идет речь-то. По поводу красноречия, его не особо впечатляет наша красноречия, это во что я верю, да? Почему? Потому что написано, он даже знает ход движения мыслей. Даже так. То есть то, что я говорю своими устами, это одно. Но ход движения мыслей, это, например, вы мне зададите вопрос, что я буду делать после эфира, и я на мгновение задумаюсь так, что же я кому-то пообещал, я пока вот думаю, у меня там движение мыслей происходит. Бог уже знает этот ход движения моих мыслей. То есть он весьма удивителен Богу, очень сильно удивителен, знающий все вот эти моменты, которые даже мне надо какой-то момент, чтобы сообразить, как мне правильно подумать. А он знает, то какой смысл мне перед ним, а еще в потаенной комнате, какое-то выдумывать красивое красноречие. Не проще ли быть просто перед ним открытым? Просто как есть, так и вот называть. Хотя это тоже порой сложно один на один с Богом выражаться, как есть. Ну, как вот есть, как вот есть. Любишь или не любишь, или кого-то ненавидишь, или с какой-то там проблемой хочешь себе же разобраться. И ты начистую перед Богом открываешься и говоришь, Господи, мне трудно там кого-то простить, выручи. Даже и такое замечать, что это бывает трудно один на один перед Богом. Но надо называть, научиться просто вещи своими именами в Божьем присутствии. Заметили ли ты в своей практике, Александр, что в упражнении молитвы, в упражнении ты заметил, что твой набор слов к Богу увеличивается? Или он остается неизменным на протяжении последних 20 лет? Или ты видишь, что через познание слова, ты видишь, что Бог дает тебе библейские выражения в молитве? Дает, дает, а бывает кидает вызов, как-то по-другому молитву начинать. Тебе что-то хочется, и ты вдруг заметил, и понимаешь, тебе хочется это в твоей жизни. Ты начинаешь об этом выражаться перед ним, раскрываться, чтобы твоя жизнь туда направилась. То есть библейским стилем. Библейским стилем. Ну как, не прям дословно салтыря. Ну почему бы и нет, почему бы и нет, цитируешь, цитируешь. Ну и отдельные слова, может быть, да, но не прям так, как оно там по псалтырю. Я верю, что ему просто нравится сердце. Ты помнишь, в конце прошлого года мы были с тобой в Израиле, и мы беседовали как раз на Нагорную проповедь. Ты читал только что это место. Когда ты войди в комнату твою и закрой дверь твою. То есть за собой закрыть важно дверь. Почему в молитве за собой надо, за спиной своей закрыть комнату? Чтоб тебе не мешал ни телефон твой, никто. Ты там один на один со своим Отцом Небесным. И тебя ничто не отвлекает. Конечно, если это во время суеты, где ты понимаешь, что ты нужен там, ты нужен там, у тебя там дети. Вот тут это будет вопрос. Потому что ты стоишь, ну как, ты же можешь вот этим своим богоисканием раздражать и других людей. Получается, надо искать такой момент, когда тебя просто никто не ищет. Ну, это личные моменты, конечно, я верю. Если мы серьезно хотим, то мы пойдем на эти жертвы. Это и определяет нашу жертву, в принципе. Если мы не серьезно к этому относимся, мы найдем отговорки. Массу причин и извинений. Извините, у меня не получается. Хотя, по большому счету, если от чего-то и зависит наша жизнь здесь на земле физическая, она вот и зависит от этой потаенной комнаты. Все крутится вокруг вот этой потаенной комнаты. Твоего общения с твоим Богом. Потому что мы сталкиваемся с массой моментов, где и фантазии не хватает, как разрешить. Сегодня хватает, а завтра не хватает. И что делать? Но если ты с Богом, написано о чудесах и помышлениях твоих, Господи, о нас. Кто подобится тебе? Хотел бы я проповедовать о них, но они реально превышают число. Нету реально, это я уже договорил. Но они превышают число. То есть чудеса и помышления. Чудеса – это то, что невозможно сделать руками человеческими, то, что присуще Богу. Потому что Бог един творящий чудеса. А помышления – это Бог думает о нас. Он думает там, где я не могу уже продумать. Я не знаю, что со мной будет. Через два часа вы, я с этой парковки, где мы стоим. А там, может быть, что-то будет ехать. И может что-то произойти. Но Бог, думая обо мне, Он обо всем этом позаботился. Если я ищу Бога, то Он однозначно позаботится обо мне. Он неравнодушно относится к тем, которые Его ищут. Потому что Бог ищет того, кто ищет Его. Он ищет того, кто ищет Его. Значит, ищущие Бога люди составляют дефицит у Бога. Составляют дефицит у Бога. Почему так? Много прихожан в церкви, но мало ищущих. Да, наверное. Это печальный фактор, я думаю, среди христианства. Но почему-то написано не один раз в псалмах, что Бог в небес презрел на сынов человеческих. Так написано, да. Чтобы найти, если разумеющий. Получается, ищут обычно дефицит. Не ищут то, что на дороге валяется. Что его искать, если вот оно стоит? Но ищут то, что трудно найти. Значит, получается, это особый контингент у Бога, люди, которые Его ищут. И для таких людей у Бога привилегия особая. И являются привилегиями. Это привилегия быть ищущим Бога человека. Это не ноша неудобоносимая. Это не то, что тебе теперь надо свой скеджул менять. Это привилегия искать Бога для каждого человека. Это доступно всем. Пожилым, молодым, средним, всем. Это доступно для всех. Потому что Бог ищет. Ищет того, там не написано, ищет какого-то определенного возраста. Он ищет просто человека, который искренне ищет его. У него дефицит на таких людей. Пусть это будет вызовом. Там даже написано, ищет поклонников, таковых поклонников. Ищет поклонников таковых, да, ищет. Это значит дефицит. То есть вторая молитва, третья. То есть четвертая. Ну, в молитве я бы еще хотел обратить внимание на то, что тут написано дальше. Он говорит, не уподобляйтесь им. Он говорит, ну молитесь же так. И он проводит очень нашу молитву. И после очень нашу он делает фокус. Если вы будете прощать, то и вам простит. Но если вы не будете прощать, то и вам. То есть, получается, момент, о котором он говорил в молитве, не многословие делает вас услышанным, а именно милость ваша по отношению к другим людям. Когда вы просто, ну, прощаете. Вам кто-то причиняет боль, а вы, ну, просто просите у Бога благодать и силы. Это состояние сердца или это дело? И то, и другое. И то, и другое. Я, наверное, не ожидал этого вопроса. То есть, как бы, я об этом сильно не думал. Но я склонен думать, что это и то, и другое. Если сердце злое, то как оттуда может милость истекать? То это состояние сердца, которое переходит в дело. Потому что, может быть, дело без состояния сердца. Может быть. Да. Может быть. Таких дел очень много в мире совершается. Да. 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 Ну, по крайней мере, мотив, не мотив, а то, что делает молитву услышанной, не многословие. Хотя мы от этого никуда не можем деться, и мы так молимся. А именно мое отношение к окружающим людям делает мою молитву услышанной перед Богом. Или не услышанной. Услышанной или не услышанной. Получается молитва. Следующая после молитвы, неотъемлемый момент, это пост. То есть, хотим мы или не хотим, но пост является элементом богоискания. Элементом смирения перед Богом. Пост не является смирением, и смирение-то не является постом. Но пост является элементом смирения. То есть, как вот хлеб состоит из муки, воды, соли, еще чего-то, соды или дрожжей. Не знаю, да? Ну, по крайней мере, есть элементы, из чего состоит хлеб. И если один из элементов убрать, хлеб как бы теряет свой вкус. Или может даже вообще не состояться. Так вот сама и пост, это элемент богоискания. Это одна из составляющих. Одна из составляющих. Если мы хотим по-серьезному, по-настоящему взыскать Бога, мы наклоним свое сердце к тому, чтобы начать поститься перед Богом. Вне этого не можем найти Бога. Трудно. 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 Я бы сказал, что трудно, тем более, что и Христос сказал, а ты когда постишься? Опять, он не употребил слово «если». Если вдруг ты решишь когда-то в своей жизни попоститься. Нет, он говорит, а ты когда постишься? То есть, если ты хочешь, тем более, ты служащий Богу или я служащий Богу и людям человек, то для меня это должен быть неотъемлемым моментом. Пост – неотъемлемый момент в моей жизни. И в принципе, даже в посте приходит какая-то и ясность приходит, да. И это жертва перед Богом. Это реально жертва перед Богом. И интересно, что от меня ушла мысль насчет поста. Ну, 18 стих говорит, 17-й, ты когда постишься, помашь голову твоему и лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне. И отец твой видящий тайны воздаст тебе явно. Был как-то случай, в книге пророка Захария это описано, там пришли, посадили людей к пророку, спросить, Господи, продолжать ли нам этот пост или нам закончить. Они 3, 5, 7, 10 месяцы постились, а уже жили, уже вернулись назад с Вавилонского плена, там уже храм этот строился, и Бог ему такие интересные слова отвечает. Ну, говорит, для меня ли вы поститесь вот уже на протяжении 70 лет? Для меня ли вы это вообще совершаете? То есть слова его наталкивают на рассуждение о том, чтобы задуматься, стоп, вообще, это голодовка для Бога, которой мы пытаемся, но вот голодовка, как вот я как-то видел лет 20 назад, такие новости, кадры, когда еще в Союзе жили, когда кто-то бил голодовку у Белого дома, чтобы что-то там, какие-то моменты поменять. Но у Бога так это не проходит. Пост это не голодовка, чтобы у Бога, как бы вот, окей, обрати, я же не стану есть, пока ты не поменяешь что-то. Нет, пост это совсем не то значение. Пост, он больше всего имеет влияние, производит на мою личную жизнь. Интересно заметить, Христос как-то сказал такие слова. Берегитесь, чтобы сердца ваши не отягчились объедением, пьянством, заботами житейскими. Ну, на пьянство мы обращаем внимание, на заботы тоже, а объедение. Получается, я как-то сидел и думал, Боже, вау, просто поразительно. Сердца ваши, сердца то, что нельзя пощупать, нельзя, как бы мне он заметить, какое же ваше сердце, так на первый взгляд, да, его, ну, нельзя так просто молчаливо определить. Это сердце, оно, как бы, ну, невидимое, что ли, духовное составляющее человека, это сердце. И он говорит, чтобы сердца ваши не стали тяжелыми, не физическое сердце, а сердца ваши не стали тяжелыми, отягчившись объедением. То есть еда физическая, то, что мы кушаем и употребляем пищу, оно может обтягчить наши сердца. Значит, наши сердца могут помочь разгрузить, когда мы просто берем пост. Элементарно берем пост, это помогает наши сердца разгрузить какую-то вот чистоту, привнести в нашу жизнь. Но опять, это не является абсолютным смирением. Это элемент, это элемент смирения перед Богом, пост. И последний, на который бы хотел бы так сильно тоже заострить внимание, это милость. Конечно, мы там чуть-чуть трогали обращение в молитве, когда ты молишься, просто вариант, если ты хочешь быть услышан Богом, простить, быть милостивым другим людям. Потому что в милости есть и прощение, да? Но еще милость, мы, если хотим по-настоящему взыскать Бога, мы не можем быть немилостивыми с другими людьми. То есть, если ты видишь нуждающегося, наклонить свое сердце, постараться помочь этому нуждающемуся, сколько у тебя есть в силе в твоих руках, не пройти мимо. Часто проходим, ну, Аугея, сегодня прошли, постараться завтра не пройти. То есть, милость – это тоже момент, который должен присутствовать в Бокоискании. Благодать, слово, молитва, пост и милость. Быть милостивым с другими людьми. Это те, не просто штрихи, но это те рычаги, которые все-таки… Держат человека в форме. В форме. В форме. Верю, верю в то, что… Александр, позволь мне твою Библию. Позволь мне твою Библию. Значит, я в своих руках держал многие Библии. Многие Библии. Я видел Библии епископов, даже в руках держал, известных пастырей, служителей. Одну из моих Библий даже подписывал один всемирно известный евангелист, американский. А такой Библии, как у тебя, я в руках не держал. Белой. Не из-за того, что обложка бела. Видите, друзья, обложка бела. То есть, одна из моих ветхих Библий, она, ну, исписана тоже была. 20 лет я ее держал, и она меня очень исписана была, я любил читать. Но такой Библии, вот, что меня поразило в тебе, вернее, в твоей Библии, что поразило? Это пестрость, яркость красок, разрисованных. То есть, я взял на себя смелость, попросил у тебя Библию. Смотри, нет такой страницы, которая бы не пестрела всеми цветами радуги. Такой нет. Думаю, можно, наверное, найти. Ну, по крайней мере, я не видел. То есть, впервые в своей практике я встречаю, что так человек исследует Писание. Чем это вызвано? Почему твой нос всегда в Библии, Алекс? Чем это вызвано? Это вызвано тем, что ты получил откровение единожды? Или в твоих испытаниях ты понял, что... Откровение. Откровение, да? Как-то я вызвал, было годы назад, в меру, наверное, сложных моментов внутри меня. Внутри меня, когда тебе хочется избавиться от того, что тебе не нравится в самом же себе. И ты неохота об этом вслух кричать, но кричишь перед Богом. Как мне, я так и говорил, как мне, Боже, все это надоело. Я просто устал от всего этого. Какой же есть для меня выход, когда я хотел бы быть вот так, а я реально не могу. Понимаешь? Ну, сейчас я скажу во святе Слово Божие. Раб. Всякий, ну, делающий грех, есть раб греха. Хотя живешь в церкви, там ходишь на воскресные служения, все это, по-моему, как по традиции делаешь. Но в тот самый момент, ты четко в определенные моменты жизни понимаешь, что связан, связан. И есть то, что тебя просто нагнетает, контролирует, ты зависим, тебя в страх иногда давит, там, иногда, а может даже чаще и чаще. Потому что такой момент, который, если ты от него не избавляешься, он тебя просто, его цель раздавит тебя, этот страх. Не Божий страх, а страх, который в депрессию затягивает. И в тот момент, когда вас запил, я просто, просто услышал такие слова. Это было в машине. Просто услышал. В дневнике, это я, мне приходит, это местописание сейчас и Слово Божие. Найди истину мою, и истина тебя сделает свободным. И я, ну, прошли, конечно, после того, не один год, может, два прошло, когда Бог дал возможность, или когда я наклонился, в конце концов, с ним согласился, окунуться сюда, в это слово, от начала до конца. И мотивировало меня следующее, я просто хотел сделаться свободным, чтобы не обстоятельства мне рассказывали, как моя жизнь повернется, и не какие-то там прогнозы, там, новостей каких-то. И того, что я вижу в мире, или чьи-то мнения каких-то людей окружающих управляли моей жизнью. Они так вот решили, что надо вот так вот в своей жизни что-то сделать. И моя жизнь так раз, и пошла в эту сторону, и все, я не вижу выхода, и я, короче, зависю от чьих-то мнений. А мне просто хотелось быть свободным. И вот желание делаться свободным меня окунуло в это вот слово. Опять это желание веры приходит от Бога. Ну, конечно, мне захотят свободы. И Бог дал свою благодать двинуть в этом процессе, понимая, что свобода приходит от познания истины. А Бог есть истина. Слово, говорит Христос, моля 17 главе, Иоанна, Иоанна говорит, ибо слово Твое есть истина. Слово Твое есть истина. Если это слово есть истина, я так читаю и молился, Господи, если это есть истина, я хочу этой свободы. Где-то здесь должна быть истина, которая меня начнет делать свободным. Или в один момент я себя свободным. Я не знаю, как это должно произойти, так молился, но я хочу найти эту истину, которая меня просто обрубит, все вот эти вещи, чтобы мне просто сделать свободным. Так вот, все, встать, понимая, что все, я независим от всего этого. Потом я уже встретил, что это 8 глава Иоанна написано. Если вы мои ученики, то пребудьте в Слове моем, и вы познаете мою истину, и моя истина сделает вас свободным. Пребывание в Божьем Слове, конечно, при молитве, при Божьей благодати, без этого там ничего делать. Ты просто будешь книжником начитанным. Оно приносит свободу в твою жизнь, оно освобождает. И это вот и там толкнуло, на вот эти вот все вот, все вот эти богоискания, вот эти вот моменты. Вот это, вот это, вот это, чтобы для себя выделять. У нас время истекло час. Александр, спасибо тебе. С нами был Александр Блинов, Денвер, Колорадо. Встречайтесь с нами. А Бог тебя да благослови. Спасибо. И да умудри тебе, умудри тебе Бог еще на более объемное и более глубокое познание Его Слов. Спасибо. Мы благословляем вместе со зрителями тебя, твою семью, все, что ты делаешь во славу Господа. Имя нашего Господа дославится и святится через наше с тобой служение Богу нашему. Спасибо. Спасибо, что вы были с нами, друзья. Это была программа «Влияние». И вы были на телеканале «Импакт». Будьте благословены. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Спасибо. 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 Продолжение следует...